Радио Болтком 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 час, вот, как говорится, чем больше, раньше говорили, чем больше котлов, тем лучше, да, вот, моща есть, и вот тут такое ограничение. Эти машины, о которых идет речь, которые мощные, скоростные, они совершенно не для езды по городу. Ну как, вот, представьте себе, вы едете в мощной машине, а вы должны ехать 30 км в час. Это на какой скорости вы будете ехать? Вот если брать машину, у нас все-таки пока что большинство с ручной коробкой передач, ну, не на первой, но на второй, третий. Да и то непонятно как. То нужно будет, но нужно будет эту мешалку все время переключать. То есть возникает, ну, ладно, с машиной, с автоматом там вроде попроще, но все равно это не самое удобное. Есть еще один важный момент. Езда при такой скорости, она неудобна для самого двигателя. Посмотрите вот на стрелку тахометра, то есть прибора, который измеряет количество оборотов в минуту. Ну, вообще-то, собственно говоря, нормальная такая езда, 50-60-70 км в час, это где-то приближается к 2000 оборотов в минуту. А вот когда ваша машина стоит и работает на холостом ходу, там чуть ли не 500-600, а может быть даже и меньше у дизельных машин оборотов в минуту. То есть надо сказать, что для машин двигателя внутреннего сгорания, конечно, существует определенное наиболее оптимальное количество оборотов в минуту, которое позволяет наиболее эффективно и экономично использовать, так скажем, отбираемую мощность. Ведь задача машины не тарахтеть, а ехать. И вот дальше возникает следующий вопрос, что для чего должна быть вот такая машина? Она должна, может быть, иметь очень маленький двигатель. Вот, например, существуют японские модели, у нас они не представлены, по-моему. Хотя я видел один раз маленькие машинки с двигателем, объем которого 0,7 литра, 0,09 литра, вот такие вот. Это маленькие моторы. Там мотор работает с оптимальным количеством для него оборотов, но скорость, которую такая машина может развить, ну, прям, скажем, на ней, на трассу не выйдешь. Вот на такой машине по трассе никто и не ездит. Они вообще кубической формы, потому что так эффективно парковаться, в них можно набить, можно много всего, так скажем, эффективного, если вы ездите за покупками, набрали там всю семью, туда можно упаковать. Это понятно, это особый класс автомобилей, которые нужны для езды по городу. И вот, кстати, этот класс автомобилей оптимальнее всего переводить на электрическую тягу, потому что вспомним, что у электромобиля-то, у электродвигателя, конечно, другая, так скажем, такой график мощности. И, в принципе, электромобиль может ехать и с небольшой скоростью, и, кстати, при этом потери энергии будут меньше. Так что тут очень важный момент. Маленький электромобильчик, городской, вот такой кубик, коробочка такая, он очень удобен для езды по городу и запаса хода, допустим, даже в 150 километров в наших условиях его за глаза хватит. Поскольку вечером вы поставите свою машинку на стоянку, как бы предполагается, подключили ее к розетке, и она к утру опять прекраснейшим образом зарядится, все, сели, дальше поехали. То есть, по идее, если бы у нас вот тут брежил и был бы вот такой рынок, как, например, в том же Китае. Китай мировой лидер по внедрению электромобилей. Именно Китай, получается, а не Европа, не США. Вот сейчас только что шли передачи, только что я утром смотрел Евроньюз, там сравнивали. В США где-то 2% рынка, это всего лишь эти самые электромобили и то самые дорогие модели. А, например, в Китае 6%, и там это не самые, так скажем, такие эксклюзивные модели, это вот эти кубики для езды по городу. Если бы у нас вот тут этот рынок был бы, что называется, вот тут было это предложение, то, несомненно, можно было бы задаться вопросом о том, что, о, вот машина, на которой можно будет спокойно ездить по городу и при 30 километрах часа, это будет экономично, легко, ну вот, и никаких проблем. У нас сразу же слушатели, а, сорвался все равно звонок, я напомню, на всякий случай телефоны 67212-9399, 67213-9399, если вы хотите принять участие в нашем разговоре, пожалуйста, звоните, да, извините. Ну вот тут как раз вопрос, вообще-то, как говорится, если идти по пути развитых демократий, то, скорее всего, наше бы все руководство городское должно было пересесть вот на такие маленькие кубики, не на большие красивые машины, а вот на такие кубики и показать, насколько это эффективно и удобно. Ну так они и, простите, еще и вакцинироваться не все перед камерами готовы. Добрый день, здравствуйте. Доброе утро. Электромобиль только для вакцинированных, я считаю, надо разрешить. Константин, а вот такой вопрос, вы говорите, 2% там в Америке, 6% в Китае, ну, в общем, сколько я знаю, это 1 миллион автомобилей на данный момент электро выпущено во всем мире. Представляете, ну, в Латвии, давайте переведем, 15% электромобилей на рынок 15% поставим машины. Вы говорите, поставить надо, приехали на свою стоянку и надо заряжать автомобиль. Какая нагрузка на электросети, на всю мощность будет электричество? Вот хотя бы 15-20% машин выдержат для нашей сети, если у нас все равно мы берем электричество там не от ветряков, от всего остального, какой ущерб экологии мы нанесем. ну, нету такой инфраструктуры, чтобы сейчас здесь поставить электромобили и это будет точно эффективно. Я вам как пример посмотрю, ну, скажу вам, почему Япония, страна с прогрессивными технологиями не перевела все машины свои на электромобиль, та же самая там Тойота и ну, там и Хонда, да, не делает это впереди планеты всей, а делает это Европа. Спасибо. Ну, так вот, в том-то и разговор идет о том, что проблемы вопросов тут выше крыши. Дело другого рода, что с одной стороны для автомобильных корпораций очень выгодно это решение, что мы должны чуть ли не в срочном порядке отказываться от двигателей внутреннего сгорания и всем переходить на электромобили. потому что, собственно говоря, уже об этом много говорили, и сдержки меньше, а, что называется, цена выше. Это, как любой новый рынок, его нужно насыщать, и поэтому можно получить большую прибыль. Это все логично. Вопрос, что нам предлагается и, как сказать, на какой основе, какая идея. Ведь разговор-то идет о чем? Разговор идет о том, что в Риге нужно уменьшить загазованность. И вот эта загазованность в том числе уменьшится от того, что у нас машины будут ездить со скоростью 30 км в час. Но можно сказать точно, когда мотор работает при таком ненормальном режиме, при езде 30 км в час, сгорание топлива хуже, и количество выбросов на пробег увеличивается. То есть, собственно говоря, тут непонятно, в чем выигрыш. Угу. А у нас еще один сразу звонок. Здравствуйте. Доброе утро. Добрый день. Добрый. Я могу поспорить, как владелец электромобиля, бывший уже теперь, ну, к сожалению, бывший. Почему? Потому что, могу поспорить, что нерентабельный автомобиль в данный момент платный. Потому что, это мое мнение, ни в коем случае не отговариваю никого. Ну, потому что, во-первых, получается очень мало зарядок, и проблематично, как вот предыдущий звонящий, позвонивший сказал, проблематично ты стоишь в очереди, к сожалению, да, уже электромобили появились, их достаточно много, и, как в Китае, вот как говорит Атлантиен, да, что там очень много бесплатных зарядок, но, нерентабельно к чему, расходы по электропитанию, по зарядкам, они не маленькие, на самом деле, это кажется вроде бы выгодно, дешево, недорого, но я вот самое короткое автовладение, скажем так, немного машин было, но вот электромобиль у меня пробыл всего лишь 12 дней, я продал его, потому что я понял, что это нерентабельно для меня лично, не хватает пробега, проблематичная с зарядками, и зимой, к сожалению, на 30-40% падает аккумулятор сразу вниз, потому что обогрев идет электрический, соответственно, некомфортно ты себя чувствуешь, потому что замерзший капот полностью, он не обогревается, естественно, этот лед остается на капоте, холодно в машине, но, к сожалению, если ты делаешь теплее, соответственно, у тебя пробег просто в половину вниз. Ну и зарядка автомобиля, я посчитал, даже ночью ставишь, ну, на ночной тариф и заряжаешь машину, то есть получается то же самое, что ты заправил там 10 литров топлива и поехал в 4 раза дешевле автомобиля с двигателем внутреннего сгорасти. Комбинированные? Согласен. Есть комбинированные машины, они, кстати, в Америке очень распространены, маленьким двигателем 0,7, бензиновым, но она считается электромобилем. здесь же эта машина не идет как электромобиль, это Chevrolet выпускает, и есть еще Opel такого же формата, это большой батареи, он достаточно большой ход имеет, проход, но их очень мало, и они очень дорогие, но вот этот автомобиль еще как бы да, потому что закончившись, когда заканчиваются батареи, заряд, ты можешь принудительно переключиться на бензиновый двигатель 0,6, который дает тебе возможность проехать где-то километров 60-70 и при этом заведить аккумулятор на пробег где-то 25-30 километров, то есть у тебя запас хода фактически где-то 100 километров до зарядки, до заправки, это как вариант да, но они не распространены, они очень дорогие, а электромобиль, чистый электромобиль, пока, наверное, это как уровень мобильных телефонов, которые первые появились, два звонка побежал искать зарядку, ну вот что-то похожее, ну это мое мнение, еще раз, я ни в коем случае не хочу никого отговаривать, конечно машина комфортная, удобная, идеальная, чувствует себя водитель, патажир, да, тишина полная, конечно все электрическое, все бедово, но пока не дошло до ремонта, я, кстати, ну не сталкивался, но недалек тот день, когда электромобили тоже начнут ломаться и надо будет так делать, а это, наверное, дорогостоящий удовольствие. Спасибо большое. Спасибо, очень такой, такой полный рассказ. Ну тут нужно сказать вот очень важный момент о том, что машины будут ломаться, дело все в том, что мотор мотором, да, вот, а подвеска подвеской, и поскольку машины электромобили тяжелее, чем машины с двигателем внутреннего сгорания, батарея тяжелая сама по себе, то естественно подвеска должна быть более такая крепкая, когда возникнет проблема с подвеской, ремонт этой подвески может быть гораздо дешевле, во всяком случае, дороже, потому что я читал такие вещи, как раз американские авторы писали, потребители, что подвеска стоит еще ее ремонт, ну и к тому же нельзя, так скажем, забывать о том, что, ну, точно так же нужно будет ремонтировать кузов и все кое-какое, прочее, то есть цены на обслуживание машины, они тоже будут вполне приличные, но дело-то опять не в этом, нам говорят, что вот у нас здесь будет снизиться скорость, а еще у нас будут велодорожки, вот новые велодорожки и через Вантовый мост, вы знаете, вот хотелось бы спросить людей, которые ездят на работу, хоть на троллейбусе, через Вантовый мост, хоть на машине, вот скажите, пожалуйста, в зимний период, как много вы видите велосипедистов, видели, которые бы ехали по Вантовому мосту, я понимаю, что сейчас лето, хорошая температура и одно удовольствие прокатиться, но очень скоро это лето у нас закончится, начнется сезон дождей, и после этого у нас еще могут и морозы ударить, снег, ветрища, вот очень сильный ветер отходил, как раз сказать, даже машины, и вот у нас очень быстренько получится ситуация, что желающих ездить на велосипеде уменьшится, значительно уменьшится, и получается, что мы выделяем для немногих, сравнительно немногих экстремалов вот эту целую полосу, а остальные должны будут выстроиться в очередь, потому что со времен еще проектирования этого моста не решена была главная проблема. Вообще, по идее, когда идет, заканчивается вот такой вот магистральный мост, у него должны быть легкие разводки направо-налево, ну, чтобы поток машин не, так скажем, не упирался, но здесь же он тут же упирается в перекресток около национального театра, где ходит трамвай. уйти вправо, это старая Рига, уйти влево, ну, естественно, вы там не можете, вы идете прямо, вот, и там еще тут же перекресток. То есть, на самом деле, Вантовый мост, он абсолютно, так скажем, неудобен в плане переброски большой массы автотранспорта. Если хотят его специально уменьшить, да, вот этот поток, то возникает вопрос, а куда этот поток автомобилей в конечном счете пойдет? На Каменный мост? На Островной, на Южный? Он бы пошел бы, может быть, на Островной и на Южный. Очень многие люди, живущие в западной части Риги или, допустим, в Юрмале, Марупе, они с удовольствием, может быть, бы ездили, например, на работу в сторону Югла или даже вот Плямники где-нибудь еще, в сторону Масковас, они бы ездили, если бы, извините меня, Южный мост имел бы какую-то связь, например, вот с торговым центром развязки около Спицы. То есть, понимаете, вот вам нужно на Юглу, вы едете по Юрмальской трассе, уходите вправо, где-то в районе Спицы, ну, может, раньше, может, позже, да, и после этого выскакиваете напрямую по такой же трассе на Южный мост и дальше идете уже в объезд города, да, быстро и легко, но этого нет. И мне кажется, разговаривать-то сначала надо о том, чтобы создавать мощные объездные и хордовые трассы, и вот, когда они появятся, вот тогда можно браться и за мосты, и за велосипедные дорожки, разве нет? Сейчас узнаем у нашего слушателя. Здравствуйте. Добрый день. Я с Константином на 100% согласен. А, то есть, снижение скорости до 30 километров это полный бред. Давайте тогда уже сразу снижать до 5. Отменяем все дорожные знаки, светофоры, разметки и в одной дружной толпе велосипедистов, скутеристов, моноциклистов, пешеходов, машин, автобусов и грузовиков будем передвигаться по Риге со скоростью пешехода. Это решит вообще все проблемы. Ну, по мнению мэра Статиса. То есть, их точно так же можно решить еще установкой столбиков и раскраской их в радужный цвет, но это уже в принципе сделано. Так что, вот мое вкратце мнение. Кстати, мэр Статис будет совсем скоро гостем радиоболтком, поэтому можно будет дозвониться, задать ему все вот эти вопросы, которые вас волнуют. Между тем, еще один звонок сразу. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе. А вот я помню на работу по Вантовому мосту ездила на автобусе в 53-м. Это был какой-то кошмар. Мы застревали на мосту долго. И потом еще одно. Вот когда едешь с моста по Крещеново-Алдемаре, бывшая улица Горького, да, там очень удобно потом ехать. Выткнул Грависер, Кандаугол, потом где-то Дунтес. Как раз по прямой очень удобно. А если этот мост прикроет, все будет тогда. Как ехать? Какими-то зигзагами. Спасибо. Нет, ну тут нужно понимать, что основная эта идея заключается в том, чтобы люди отказывались от езды в центральную часть города на автомобилях и пересаживались на общественный транспорт или на велосипед. Упоминается, что будут развиваться перехватывающие парковки, так называемые. Но перехватывающая парковка должна быть не на 100 мест, не на 200. Это должны быть по парковке, на которой могло бы встать несколько тысяч автомобилей сразу. Сразу возникает вопрос, где у нас есть территории для перехватывающих парковок. Очень было бы хорошо, если бы у нас, например, когда говорят в планах, будут ходить новые электрички, и тогда можно было бы останавливаться около какой-нибудь железнодорожной станции, оставить свою машину, сесть в электричку и поехать в город. Вот возьмем... Иногда я слышал, упоминают то же самое в Финляндию и Хельсинки. О, да, слушайте, якобы когда там выхожу, чтобы ехать в город, а там я живу в 20 километрах от центра, фактически в Юрмале, на таком же расстоянии, я не смотрю расписание, потому что я знаю, что электричка ходит каждые 15 минут, а в начале дня и в конце каждые 10 минут. То есть ты придешь, и ты точно сядешь и уедешь. Там многие люди действительно оставляют неподалеку свои автомобили, они где-то живут еще километрах в пяти, а то в семи, а то и в двадцати, в глуши и в какой-нибудь медвежьи. Они приехали, поставили свою машину, тот же подъезжает электричка, они сели и через 15 минут они находятся в центре города. Электричка летит со скоростью 100 с лишним километров в час. Замечательно. Но так для этого же нужно, во-первых, иметь вот эту самую инфраструктуру, заранее иметь план, где будут эти перехватывающие парковки. И вот сейчас хотелось бы посмотреть, а где они реально могут быть и какого объема. Потому что вы можете сделать площадку там на 200 автомобилей, но это будет капля в море, она ничего не решит. Тем более, когда у нас все перемещение в основном широтное, то есть с запада на восток, с востока на запад. Поэтому этот вопрос очень серьезный. И разговор о том, что вот велодорожки нам каким-то образом на этом мосту помогут, возникает такое ощущение, они ничему не помогут. Пешеходов тоже через этот мост ходят, мост ходит не так, чтобы и много. Нам нужно решить вопрос о том, что как дальше будет двигаться транспорт. Есть принципиально важные моменты. А то, что предлагается сейчас, я прошу прощения, но это можно назвать экологическим популизмом. Потому что вроде бы с одной стороны что-то там делается, но это делается не с того конца. Рискну предположить, это мое личное мнение, это не только у нас, что в принципе с учетом срока, небольшого срока скажем, существования администрации, в принципе заниматься по вопросам, который даст плоды через 20 лет или через 15 лет, я имею в виду полная реорганизация движения транспортного в РИКе, строительство вот этих объездных дорог, хордовых дорог, магистралей и прочее. Вот это как бы политически невыгодно. Тем не менее, политически выгодно заниматься вопросами как бы сегодняшней, которые можно сделать в течение своего срока полномочий. у меня возникает такое впечатление, что сейчас, поскольку Евросоюз дал команду, то у нас как раз вот это и происходит, этот процесс. Хотя спорить с тем, что нужно уменьшать загазованность, конечно, никто не спорит. Вообще хорошо было бы, чтобы ездили одни электрические машины и никакой вони у нас бы не было в городе сгоревшего газоиля. Это факт. Но у нас уже сейчас есть куда взглянуть. Вы посмотрите, как часто ездят машины, которые реально чадят. Мне хотелось бы узнать, как они техосмотр проходят. Потому что вонь страшенная бывает от этих автомобилей. Но люди-то опять-таки ездят на этих мусорниках, я прошу прощения. Не от хорошей жизни, понятно. Просто потому, что они из-за того, что они большие любители езды на этих машинах. А просто другие машины не могут себе позволить купить. Даже бензиновые и дизельные. А уж не говорите про эти электрические игрушки. Не случайно сейчас опять говорят о том, что электромобили даже в тех же США это зачастую машина, которую покупают люди в дополнение к тем, которые у них уже есть. То есть это автомобиль для самых обеспеченных людей страны. и если мы даем преференции владельцам электромобилей, то давайте говорить открыто. Мы делаем преференции самым богатым. Вот и все. Электромобиль становится таким своего рода билетом. Нас возмущает то, что если человек привитый получит свою карточку и может условно идти в театр, а как мы будем возмущаться, если условно говоря, если у вас нет электромобиля, вы не сможете запарковаться в центре города. И в театр вы запаркуетесь где-то у черта на куличиках, оденете, что называется, осенью или зимой сапоги резиновые, вместе с ними пошлепаете в театр. И будет сразу видно, кто человек обеспеченный, что называется, сок общества, а кто просто так пришел. Понимаете, это очень опасная вещь. В свое время мне пришлось работать и общаться с одним японским коммерсантом, весьма обеспеченным человеком, человек уже был в летах, он говорил одну интересную фразу, у него заводы, фабрики, он говорил, дело не в тех деньгах, которыми я управляю, вопрос тех возможностях, которые я демонстрирую остальным людям. Поэтому к нам он приехал в таком же комбинезоне, как приехал его инженер и его рабочий. И ели они примерно то же самое. То есть, да, этот человек может розчерком пера много чего сделать, его возможности очень большие, но он это не показывает. А если это он может показать, то это среди людей соответствующего круга. А здесь же мы видим о том, что когда мы даем преференцию электромобилю, то в данном случае мы по большому счету даем преференцию человеку, у которого есть лишние деньги купить вот такой автомобиль. Вот в чем проблема. Нельзя сравнивать, допустим, страны с очень высоким уровнем жизни, где покупка электромобиля в общем-то доступна большинству работающего населения. И страны по большому счету с весьма развивающейся экономикой типа нашей Латвии. Поэтому я думаю, что сейчас, конечно, когда объявили, что все эти планы будут подлежать обсуждению, я считаю, что как раз тем людям, которые задумываются о своем будущем, как раз и стоит тоже принять участие в этом обсуждении. Чтобы не стать людьми второго сорта. Очень важный момент, и я считаю, что это очень важно сказать. Давайте все-таки подумаем о том, как будут жить люди сейчас. И как они живут в настоящий момент. И у нас, надо сказать, кроме изменений климата, тут плюс еще и ковид. История с ковидом не закончилась. И она, можно сказать абсолютно точно, она будет продолжаться. И поэтому проблемы у многих людей, работающих, тех, кто потерял работу, у кого сократились доходы, они будут нарастать. И тут думается о том, что хорошо бы, чтобы город помог этим людям. У нас еще один звонок. Здравствуйте. Да, добрый день. Еще раз звонил по поводу электромобиля, рассказывал. Я абсолютно согласен, действительно, стоит подумать, как жить людям сейчас, а не придумывать, как нужно будет жить через лет 20. Абсолютно согласен с этим доводом. Ну и в данный момент насчет электромобиля, как вторая автомашина в семье, согласен, да, это единственный вариант, действительно, чтобы пользоваться этим электромобилем в данных условиях, которые сейчас созданы. Но, опять же, кто может себе позволить за условных 25-30 тысяч как минимум, если не больше, купить себе машину, это, конечно, только богатые люди. А вынуждены люди ездить, выходить из ситуации и чидить, ну и проходить техосмотр каким-то образом на старых автомобилях, к сожалению. Электромобиль, да, для богатых на сегодняшний день. Я абсолютно согласен, нужно думать, как людям сейчас жить, существовать и переходить в этот рубеж ковидный, кризисный и так далее. Спасибо большое, очень интересная программа. Ну вот, пожалуй, на этом можно остановиться. Наш слушатель как бы поставил коду. Я думаю, что в принципе эта тема, конечно, очень большая, глубокая, многогранная и ни у кого сейчас нету вот такого идеального решения. Но чтобы какое-то хоть близкое, приближающееся к хорошему решению оно было принято, мне кажется, что именно поэтому его нужно обсуждать и, может быть, совместным образом мы к какому-то выводу бы пришли. Вот еще, может быть, все-таки последний, финальный звонок. Здравствуйте. Доброе утро. А вот вам не кажется, что вообще бы желательно все-таки цель Редской Думы сократить поток машин вот именно через эти мосты в центре. Вы знаете, вот еще до апреля прошлого года вот каменный мост, сколько там автобусом идет, утром на работу я имею ввиду, трамваи, троллейбусы, и машины вот эти заходят на трамвайные рельсы и в основном там процентов 90 по одному пассажиру. Сколько пассажиров в автобусе, в троллейбусе, в трамвае? Я сама сколько раз опоздала на работу, потому что мне надо было пересаживать на следующие это самое, что машина нужна для дальних поездок, кто-то очень далеко живет. Я сама знаю таких, которые живут в ближние Пардаузовы и до центра, он крутой, купил какой-то там металлолом, и вот он крутой на машине едет. Спасибо. Спасибо. Да, понятно, но вот как раз то и речь-то и не идет о том, чтобы таким вот образом, так скажем, усиленным или силовым путем заставить людей пересесть из машины в общественный транспорт. Для начала ведь как раз-то речь идет о том, что очень часто в нашем городе люди едут через центр просто потому, что до угову не миновать. И человек оказывается в центре на каменном мосту, если он едет из Пардаугавы, значит, ему нужно едет, например, из Весмилгрависа, это просто означает, что ему нужно уехать, например, в Пардаугавы, в Имонту. Вот в чем дело. То есть не будь до уговы, то люди бы не ездили вообще бы через центр, то есть специально. Вот в чем парадокс. У нас несколько мостов, которые находятся на очень небольшом расстоянии друг от друга в центре города. Мы напоминаем эту игрушку детскую, бабочку Кис-Кис. Все затянуто в один узел. И вот этот вопрос, он самый главный, и мне кажется, что если его не решить, этот вопрос, то все остальные вопросы тоже будут висеть в воздухе и говорить про них можно будет долго и упорно. Спасибо большое, Константин Рангс и программа Климат-контроль в нашем эфире. До следующей пятницы. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова